Подготовиться к купанию на крещение необходимо и духовно, и физически. Прежде всего, мы вспоминаем одно из главных событий земной жизни Иисуса Христа, когда пророк Иоанн Предтеча в водах реки Иордан крестил Спасителя. При этом Святой Дух сошел с неба, явившись людям в виде голубя. Крестившись, Иисус удалился в пустыню, а Иоанн Предтеча обратился к народу. «Я не знал Его, но пославший Меня крестить в воде, сказал Мне, на кого увидишь Дух Исходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Многие желают в крещенскую ночь, подобно Спасителе, окунуться целиком в возвещенную воду. Для этого в Раменском районе ежегодно организуют места массовых купаний. Они оборудованы раздевалками, горячим чаем. В местах, где официально разрешено окунаться, будут дежурить сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Уже составлен перечень мест, в которых будет организовано купание, их 10, но в связи с изменениями погодных условий и толщины льда на водных объектах возможны изменения. Точно будут открыты для посещения купели. В селе Быково – купель Иоанна Крестителя, купель Преникидской церкви в селе Софьяно, купель на территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Верхнее Мячиково и две купели в селе Кжель на источнике Феодоровской Божьей Матери. Планируется организация нескольких прорубей на водоемах в селах Салтыково, Синьково, Игнатьево, Карпово, Михайловская Слобода и поселке Кратово. Дополнительную информацию о месте проведения массовых купаний вы можете найти на официальном сайте Раменского городского округа «Раменская.ру». Окунаясь в купель, помните несколько важных правил. Не употребляйте спиртное. Разогрейтесь с помощью легкой физической разминки перед купанием. Не стойте долго на льду голыми ногами. Окунайтесь троекратно с крестным знамением. По возможности не пребывайте в ледяной воде дольше 10 секунд. После разотритесь полотенцем и быстро оденьтесь. Выпейте горячего чаю. И помните, что купание на крещение все же народное обычай, а не обязательное таинство. Каждый верующий человек все равно получит благодать, соприкоснется со святыней. Ведь во время богослужения на крещение дважды совершается чин освящения воды в крещенский сочельник 18 января и после литургии самого праздника 19 января. Верующие берут крещенскую воду домой и используют весь год.